Приветствую! Никакого хайпа! Реально мы сейчас с вами посмотрим приговор, который вынесен человеку по статье 336 за уклонение от мобилизации. При этом человек даже не прошел ВЛК. И ему реально этот приговор дали за то, что он отказывался от прохождения ВЛК. На мой взгляд, это вообще первый такой приговор за все 2 года мобилизации и военного положения в Украине. Человеку дали реальный срок 3 года за отказ от ВЛК. И я думаю, я очень надеюсь, что это не начало формирования новой судебной практики. Мне думается, что все-таки этот приговор был продиктован специфической позицией этого человека. Хотя это и неправильно с точки зрения закона, но мне кажется, что именно так все и было. Но обо всем по порядку. Сейчас смотрим этот приговор и разбираемся, почему же так произошло. Вот этот приговор. Как мы с вами видим, вынесен он 20 марта 2024 года в Хмельницкой области. Поскольку этот приговор вынесен по двум статьям 342 и 336 Уголовного кодекса Украины, первую часть мы пропустим его и то, что касается 342 статьи, не будем изучать, потому что это никак не повлияло на окончательное решение суда в части вынесения приговора по статье 336. Поэтому мы пропускаем с целью экономии времени. И начинаем мы вот отсюда. И что мы здесь видим? Что 7 липня 2022 года в службовом кабинете працевником ТЦК ЕСП на выполнение указа президента про загальную мобилизацию військовозобовязанному особо 5 вручено под особистий подпис направление для проходжения медичного огляду и дальше мы здесь читаем, что особа 5 умисно категорично «відновился от проходжения медичного огляда с метою визначения придатности до військовой службы и не прибыл до ТЦК ЕСП». А что было дальше? А дальше 16 березня 2023 года, то есть больше чем через год, особа 5 повторно вручена под особистий подпис направление для проходжения медичного огляда и визначения придатности до військовой службы офицером запаса. И он снова умисно категорично отказался от проходжения медичного огляда с метою визначения придатности до військовой службы и не прибыл до ТЦК ЕСП. Далее что было? Далее, дивиться, 5 березня 2023 года уже у примещенном отделе полиции номер 1. «Йому запропоновано отримати впевістку з визначеним терміном придатности на 10-му годину 6 березня 2023 года, знову ж таки, для проходжения військово-лікарской комиссии, та попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку». Підкреслюю, за ухилення від військового обліку. Тут його попередили. А що було далі? Що ж було далі? Далі – це все, це все. І далі – що? Який висновок? Таким чином, військово зобов'язаній особа 5, діючи з прямим умислом у повній мірі, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, свідомо ухиляючись від військового обов'язку. І далі йде перечень нормативно-правових актів, які він нарушив. І от з'їзь саме інтересне. «Повторно не з'явився безповажних причин до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії, ухилившись таким чином від призову за мобілізацію в особливий період». Підчеркиваю, це то, що написано в приговорі суда. «Повторно не з'явився безповажних причин для проходження ВЛК, ухилившись таким чином від призову за мобілізацію в особливий період». Тобто суд тут ставить знак равенства між неявкою по пов'єстке на ВЛК і уклоненням від мобілізації. Обращаємо на це увагу. Ну а теперь перейдемо к тому, почему, на мой взгляд, человека изначально обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Почему его с самого начала обвинили в уклонении от мобілізації? Мне кажется, це було зв'язано з тем, что, ну, скорее всего, скорее всего, с его личной позиции, какая его личная позиция, тоже зафиксирована в приговоре. И, скорее всего, он заявлял ее и ранее, заявлял и представителям ТЦК, і СП, і полиції. Именно поэтому вот такое получилось решение. А какая же его позиция? Сейчас мы с вами посмотрим. А его позиция заключается в следующем. Смотрите, вот здесь. АСОБА-5 пояснив, что не вважает законными указы президента Украины про введение военного стану в Украине и про загальную мобілізацию, так как Украина официально не оголосила войну. А указы, в скобочках, в кавичках, являются авторскими творами, а не законами и не обвязковыми до виконания. Также, если мы почитаем, что еще могло обратить внимание и представителей ТЦК, и, соответственно, полицию, вот это заявление его, где он говорит, что крім цього, його сын був мобілізований російською стороною по той бік фронту. С цих мотивів, не бажая, проходит військово-лікарську комісію, та не бажая, будь мобілізованным і проходит і службу. И здесь еще надо понимать, что он заявил, что вот он, да, здесь информация 6, но мы подозреваем, исходя из текста приговора, если почитать, мы понимаем, что под информацией 6 здесь кроется ТЦК и ИСП. И вот именно ТЦК и ИСП этот человек не считает официальным органом и не желает являться в ТЦК и ИСП по повестке. И, кстати, если это почитать, это неоднократно в зафиксированные его показания, что он не признает ТЦК и ИСП как государственный орган. Ну, идем дальше. И вот здесь вы, сейчас я пролистаю, вы видите еще много-много-много-много текста, который изложен в приговоре. То есть приговор необычный, не такой там на две странички и все, да, здесь достаточно подробно изложены все обстоятельства, потому что человека на самом деле несколько раз выдавали повестки, привлекали к админ ответственности по 210-й статье КУПАПА за нарушение правил воинского учета. Вот здесь подробно-подробно все это расписано. Здесь даже есть, для него проводили судебно-медицинскую экспертизу. Вот во время уголовного дела, я не знаю, зачем они проводили судебно-медицинскую экспертизу, потому что, в конце концов, суд здесь правильно сказал, что судебно-медицинская экспертиза, вот, кстати, вот здесь это сказано, что в компетенцию судово-медицинской экспертизы не входит вопрос установления пригодности или непригодности человека к воинской службе. И этот вопрос должен решаться на ВЛК. И суд это подчеркнул, и, ну, совершенно правильно подчеркнул. Но, тем не менее, тем не менее, в итоге, вот, друзья, видите, я чисто с целью экономии вашего времени пролистываю, потому что там много-много всего читать. Но в итоге, что мы видим? Особо 5. ВИЗНАТИ ВИНУВАТИМУ ПРЕДЯВЛЕНИМУ ОБВИНУВАЧЕННІ за частину и другую ст. 342 та ст. 336 Криминального кодекса Украины и призначит ее мупокарання. И, ось нам, за ст. 336, то есть за уклонение от мобилизации, 3 года лишения свободы. Поскольку этот приговор вынесен 20 марта 2024 года, он еще не вступил в силу и, соответственно, еще есть время для апелляционного обжалования. Но, безусловно, даже сам факт вынесения такого приговора, ну, он несколько настораживает. Я искренне надеюсь, что апелляция отменит этот приговор и человека признают невиновным по ст. 336. Я искренне надеюсь, что этот приговор стал мотивирован, мотивирован тем, что изначально человек заявлял, ну, там, если почитать, что он и не признает Украину государством и там, что якобы он отрицал даже агрессию РФ. И вот эти заявления, что ТЦК и СП незаконный орган, а указы президента о мобилизации являются авторскими произведениями. Мне кажется, что вот именно вот эта его позиция, она привела к тому, что ТЦК и СП, полиция, прокуратура на него обозлились, хотя это неправильно, да, и взяли и квалифицировали его действия по ст. 336, а суд потом поддержал, потому что мы видим, что и в суде этот человек отстаивал такую свою позицию, которая, безусловно, является юридически никчемной, некорректной, абсолютно неправильной. И я надеюсь, что все-таки апелляционный суд учтет все это и отменит этот приговор. Потому что если все-таки его не отменят, это будет плохим прецедентом, потому что другие судьи увидят, что так можно. И может измениться судебная практика. Что, на мой взгляд, все-таки неправильно, потому что на сегодняшний день за уклонение от ВЛК уголовная ответственность по ст. 336 не должна наступать. Но это, опять же, мое мнение, и, как всегда, оно не является такой истиной в последней инстанции. Но, тем не менее, я толкую вот таким образом эту норму. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал и приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы видите сейчас внизу вот здесь. И ссылочка есть, конечно же, в описании к этому видео. И традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.